Приветствую вас, телесно-ориентированная методика терапии рассматривает человека как совокупность трех лепестков, совокупность трех направлений. Первое направление это интеллектуальное развитие человека и умение думать. Второе развитие это двигательные аппараты и соответственно умение делать. А третье это, скажем так, масса тела, защита или наоборот отсутствие телесной защиты. Да, то есть это полнота и худоба. И в рамках этого, то есть телесно-ориентированной терапии работает с дисбалансом. Да, если, к примеру, человек много думает, но мало, соответственно, делает, то телесно-ориентированная терапия учит его именно больше делать, если человек там, соответственно, много делает и много думает, но при этом себя не защищает, то телесно-ориентированная терапия учит человека защищаться. Вот. Но вы говорите о кожной болезни и мне не совсем ясна связь кожного заболевания с телесно-ориентированным методом, потому что кожное заболевание это психосоматика, если это не вирус и не аллергия. Хотя аллергию тоже относится к телесно-психосоматическим проявлениям. Вот. Мне непонятна связь, ваша связь кожного заболевания и выбора метода телесно-ориентированного. Вот. То есть я вот честно вам скажу, да, что для меня это не очевидно. То есть выбор. Выбор подобного метода, да, он для меня абсолютно не очевиден. Вот. Это первое. Второе. При работе на телесно-ориентированном методе используется когнитивная терапия, когнитивный подход используется. Используется. Используется теория оперантного научения. Вот. И используется, значит, экзистенциальная терапия и логотерапия. Вот. Это если вам интересно именно вот, какие методы используются. Но выбор ваш, вот именно выбор ваш, он честно скажу, по-преднему мне не ясно. Почему именно кожное заболевание вы решили лечить, скажем так, через телесно-ориентированную терапию. Это назначает врач, это назначает, решает сам специалист, какой метод использовать. Вот. Вот. И, соответственно, вам, ну, вам не рекомендовал бы я вам, в общем, самостоятельно выбирать методы. Потому что есть вероятность такая, она, конечно, не сказать, что прям большая. Но вероятность есть того, что метод вам не пройдет. Да, да. А потом, по итогу, вы будете недовольны и, вообщем, у вас появятся какие-то претензии и там. Да, да, да. Вот. То есть гораздо, гораздо лучше будет, если, к примеру, вы договоритесь с специалистом. Да, да, отсюда проблемы и специалист уже сам выберет для вас тот метод-метод, который, по его мнению, да, подходит вам наилучшим образом. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, так было бы правильнее, так было бы более, более, ну, щадяще, что ли, по отношению к вам. Потому что вы все-таки человек, у которого проблема, да. Вот. А мы вам, как бы, ну, должны помогать. Мы вам хотим помочь. Вот. Поэтому. Ну, мне, мне видится, мне видится история так, такой. Вот. Значит, что можно еще добавить? А может ли человек использовать в настоятельной или только в связке? Значит, здесь, смотрите, первоначально вы лучше как бы работаете со специалистом, да, исключительно под его контролем, под его надзором, да, все это происходит. Вот, и самостоятельно делать, делать ничего не нужно, но когда научитесь уже, более-менее, да, будете ориентироваться неплохо, вот, тогда я полагаю, что уже можете и сами. То есть, ну, здесь, в общем, ничего, ничего необычного, да, то есть, как и везде в любой деятельности, когда вас учат, потом вы уже делаете, действуете сами. Вот, сразу, сразу, самостоятельно, наверное, не стоит. Потому что, опять же, есть риск, да, есть риск, там, себе навредить, вот, и довольно большой. Вот, в принципе, так я хочу вам и ответить на ваш вопрос. Ну, надо сказать, наверное, то, что телесно-ориентированный метод терапии имеет смысл использовать только, на мой взгляд, при проведении живых консультаций. Вот, то есть, ну, при условии, что вы находитесь непосредственно в кабинете, да, при условии, что вы находитесь непосредственно у специалиста, вот, и непосредственно со специалистом работы. Потому что, ну, дистанционно заниматься телесно-ориентированной терапией, ну, лично я представляю себе это слабо. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok